Детский КВН Мадам Тюссо из поселка Восход и сельсовет из поселка Арти. Чтобы попасть в шоу, полторы тысячи юных участников и 150 команд прошли 7 дней конкурсных отборов в рамках международного фестиваля детских команд КВН в Анапе. Но только 36 команд со всей страны получили заветную путевку в телепроект СТС. Болеем за наших с 15 июня с понедельника по четверг в 9 часов утра. Этот ролик сняли дети, которые занимаются студией анимации инновационного культурного центра в Первоуральске. Главный вдохновитель и организатор студии – председатель Союза художников России Сергей Альдинов. Рисование мультиков проходит одновременно с патриотическим воспитанием ребят. На видео показаны знаковые объекты Свердловской области в монохромной цветовой гамме. Над ними развивается цветной флаг России. За прошедшие сутки на Среднем Урале выявлено 312 новых случаев COVID-19. Лабораторный диагноз подтвержден у жителей 25 городов и районов области, в том числе 190 в Екатеринбурге, а также у одного жителя другого региона. Количество инфицированных теперь составляет 8506. Впервые за долгое время обошлось без летальных исходов. С начала пандемии коронавирус унес жизни 48 сердловчан. Выписано из больницы 148 человек. Всего уральские медики поставили на ноги 3790 заболевших.